Модель Corolla долговременный бестселлер концерна Toyota. За 30 лет выпущено более 20 миллионов автомобилей в 7 поколений. Новая Corolla создана с использованием силовых элементов кузова предыдущего поколения. Изменены в основном навесные элементы, двери, крылья, бамперы, облицовка, капот, а также светотехника. Что особенно бросается в глаза, так это округлые, чуть на выкате, глаза фары. Итак, Toyota Corolla машина сравнимая по цене с полюбившимися нам десятками. Но, однако, при двигателе объемом в 1,3 литра, она выдает мощность 90 лошадиных сил. И посмотреть, как она себя будет вести, мы решили на этом футбольном поле. Мотор тих и не злобен. Подхвата, которого ожидаешь от довольно форсированного 16-клапанного агрегата, нет. Из-за хорошей шумоизоляции и отсутствия сильных ощущений при старте, разгон субъективно кажется несколько вялым. Между тем, 12,5 секунд с места до сотни результат неплохой. Обратите внимание, машина не садится. Едет прекрасно. Тяговые характеристики просто великолепные. Двигатель объемом в 1,4 литра выдает 90 лошадиных сил. Что удивительно, вместо электронного вспрыска привычный карбюратор. А в выпускной системе нет каталитического нейтрализатора. Не надо забывать, что Toyota Corolla представитель семейства малолитражек. При этом, все, что сделано в этой машине, сделано по уму. Прекрасно выполненная передняя панель. Довольно мягкие передние кресла на первый взгляд отнюдь не кажутся анатомическими. Однако на деле обеспечивают хорошую боковую поддержку. Органы управления достаточно удобны. Руль регулируется по высоте, педали стоят широко. Передачи включаются вполне четко. Новая Toyota Corolla благодаря круглым фарам стала более узнаваемой. Задние фонари в соответствии с модой увеличились в размерах и слегка округлились. Доступ в багажник отличный, и объем его впечатляет. Что касается салона, то здесь с полным комфортом разместятся 4 человека средней комплекции. При этом задние отнюдь не почувствуют себя пассажирами третьего класса, как в 99-ке или 10-ке. Как вы убедились, у Toyota Corolla очень оригинальный внешний вид. И это во многом благодаря тому, что японские дизайнеры внимательно следят за веяниями технического прогресса. Наши же оцинкованные ведра остались далеко позади. Комфорт при езде, богатый список дополнительного оборудования, удобная посадка и сиденье, и главное, точное переключение передач. В поворотах, близких к предельным, проявляется склонность к сносу задней оси, типичная для переднеприводных седанов. Крены кузова при этом достаточно умеренно. Торможение же на таком покрытии эффективно, несмотря на то, что на машине нет АБС. Уж не знаю, как там в Японии, но печка здесь явно сделана с расчетом на уральские морозы. Кстати, о холоде. Где холод, там и снег. Посмотрите, с каким упорством она взрывает наши сугробы. ТОЙОТА КОРОЛЛА Яркий автомобиль для спокойного, скромного человека, не стремящегося выглядеть круче, чем он есть на самом деле. Скорее всего, не юношеского возраста, ценящего надежность и комфорт, живущего в крупном городе. Возможно, этот человек – женщина. В прошлой передаче мы начали разговор о том, что показателем успеха работы фирмы является долгая жизнь ее детищ. У ТОЙОТА КОРОЛЛА действительно долгая жизнь. Эта марка в свое время выигрывала различные соревнования, и сейчас имя этой машины на слуху. Пожалуйста, не стоит нас осуждать за то, что мы испытываем эти замечательные машины в таких суровых условиях. Ну а как по-другому объяснить приверженством отечественных автомобилей надежность, комфорт и долговечность замечательных машин импортного производства? Присоединяйтесь к нам!